Тем не менее, скажем так, в Альма-Матер, там где сегодня идет сборка подвижного состава, там где сегодня идет окончание строительства нового производственного комплекса, корпуса точнее, я там побывал, посмотрел, ходил, увидел кое-какое количество вещей, наверное, важных для меня, в первую очередь, подтверждение того, что мы развиваемся успешно и так далее. Вот таким вот образом. Вот. Ну и, наверное, начнем с того, что у нас сейчас начинается череда праздников, да, причем праздников каких? Праздников как общегосударственных в большинстве стран, если говорить о странах СНГ, я знаю, что в мире не везде отмечаются праздники, там 1 мая, 9 мая, там 8 день Победы и так далее, и так далее, но здесь будет несколько циховых выходных дней, причем, скажем так, в Белоруссии это будет, скажем, удар на следующей неделе. Вот. В России это начинается с среды до воскресенья и потом в следующий четверг и также до воскресенья, да, соответственно, наше представительство находится в Москве, у нас немножко будет такой получаться рваный график, Белоруссия работает, мы отдыхаем, мы отдыхаем, Белоруссия работает и так далее. Вот. Ну, на что хотелось бы обратить внимание, наверное, если говорить вообще о месяце апреля, это то, чего все ждали. Ну, у нас все время задаются вопросы, как же там дела в Эмиратах, да, появляется огромное количество информации, как официальная, скромно, да, не очень много в официальных источниках, так и огромное количество фотографий наших партнеров, которые там каким-то образом оказались в Эмиратах, вот, и со своим, скажем так, задором, со своей заряженностью на победу выкладывают огромное количество фотографий, репортажей, видеоматериалы есть, да, что кто-то там была в настройке Skyway и так далее, и так далее. Ну, я не буду давать ссылки на эти материалы, потому что, как мы всегда говорили, на своих вебинарах мы придерживаемся официальной информации, и на этих вебинарах, наверное, нет места выдумки. Вот, даст нам отмашку, как мы говорим, наше главное предприятие о том, что можно рассказывать о том-то, о том-то, о том-то и дадут материал, который нужно осветить, да, тогда мы смело об этом будем говорить. Вот, потому что фотографии в сети, это фотографии в сети, а подтверждение, скажем так, информации о том, как мы успешно развиваемся в Эмиратах непосредственно от руководства компании, непосредственно, скажем так, от официальных служб информационных, ну, например, предприятия струнной технологии, там, я говорю, Михаил Кириченко и отдел маркетинга компании, это совершенно другое, да, потому что зачастую бывает такое, к сожалению, наши партнеры выдают желаемое за действительное, вот, не все, может быть, даже фотографируются на фоне тех строящихся объектов, которые имеют прямое отношение к нашей технологии, но это, скажем так, отдельная история. Итак, друзья, наверное, на что бы хотелось обратить внимание, да, вот мы, как бы, запускали проект в 2014 году, и основа нашего проекта, она по-прежнему, в принципе, остается, наверное, неизменной, да, потому что у нас есть на сегодняшний день на территории Республики Беларусь, недалеко от города Маина Горка, в 60 километрах от Минска, центр демонстрации, сертификации технологии Skyway, где на сегодняшний день, до сегодняшнего дня, да, и в дальнейшем успешно демонстрировались образцы нескольких видов путевой структуры, да, их было пять до сегодняшнего дня, там, ну, несколько, скажем так, недель назад их было всего пять, сейчас поговорим о шестой чуть-чуть, да, то есть у нас есть центр, в котором демонстрируется, что из себя представляют транспортные средства Skyway, какие технические решения предлагает наше предприятие в Республике Беларусь для того, чтобы, скажем так, реализовывать технологию разных облака земного шара, и основные, скажем, денежные средства долгое время нашли на создание экотехнопарка, на создание того, что у нас есть в Республике Беларусь, а там, ни много ни мало, у нас есть опытное производство, у нас есть несколько офисных помещений, у нас есть даже свое собственное четырехэтажное здание, когда мы начинали, скажем так, двигаться к реализации нашего проекта, ну, мы, наверное, об этом и боялись подумать, да, что у нас будет в собственности, ну, довольно немаленькое по площади собственное здание, то, что будет являться активным компанией, это возле метро тракторный завод в городе Минске, 3-4 минуты пешком, неторопливым шагом, и вы в метро, то есть это большой плюс, мы сегодня имеем производственные площади, которые расширяются, мы сегодня имеем офисные помещения, растущий коллектив, мы сегодня, скажем так, близки к тому, что начнется активная экспансия нашей технологии по миру, да, потому что, вы знаете, у нас есть сегодня, помимо Республики Беларусь, уже есть, скажем так, место, где активно ведется строительство на территории Эмирата Шаржа, вот, целый ряд предполагаемых проектов на территории Объединенных Арабских Эмиратов, у нас есть участок местности, на котором в дальнейшем будет строиться высокоскоростной SkyWay, где он будет демонстрироваться, да, ну и вот, первое, наверное, на что стоит обратить внимание, вы помните, в начале отеля, по-моему, там где-то в районе 5-8 числа, мы получили информацию о том, что в Шарже продолжается вестись активная работа, в Шарже, скажем так, был проделан огромный объем работы, важно то, что найдены партнеры, найдено взаимопонимание с руководством не только Эмирата Шаржа, но и Эмирата Дубая, да, о том, что SkyPods, это новая, как называемая, транспортная система, будет встраиваться в транспортную систему Объединенных Арабских Эмиратов, вот, и нам показали несколько снимков, что происходит на территории инновационного центра SkyWay, который расположен, скажем так, является частью научно-технологического парка в Шарже. Итак, друзья, вы видите, да, то есть правая фотография, сразу хочу сказать, она из неофициальных источников, то есть это то, что не было размещено на информационных порталах группы компании SkyWay, но это та информация, которая взята из интернета, и вот помните, да, когда создавался ролик, промо-ролик того, как будут выглядеть трассы Объединенных Арабских Эмиратов, какие будут промежуточные опоры, вот как раз-таки что-то близкое к тому, что было изображено, да, в анимационной модели, анимационного центра SkyWay, вот, это возведение промежуточной опоры, дальше вдалеке, вы видите, слева, да, например, снимок, и там дальше, это строительство лантерной опоры SkyWay, первой трассы, которая будет 400 метров, которая будет с провисающей структурой, с провисающей путевой структурой, и именно там будет демонстрироваться нашим партнерам, скажем так, что из себя представляет наша технология уже в том варианте, который как раз-таки привязан к тем климатическим условиям, которые на сегодняшний день существуют в Объединенных Арабских Эмиратах, на территории Равейского полуострова, то есть это, скажем так, жаркий климат, высокая влажность, это присутствие соли в воздухе, которые разъедают, скажем так, железо и так далее, и так далее, это огромное количество песка, синиметрия и прочее, 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 прочее. Планируется построить на территории нашего инновационного центра четыре грузопассажирские трассы, первая из них будет не очень большая, это 400 метров, но на ней уже будет реализован целый ряд технических решений, скажем так, доработанных. Исправленные, как говорит Анатолий Гардович, детские ошибки, которые были допущены на территории Экотехнопарка, вот, есть конкретная заинтересованность наших арабских партнеров, которые начинают рассказывать, кстати, вот, судя по новостям, которые размещаются в средствах массовой информации на Арабских Эмиратах. Знакомить с нашей технологией представители других стран, да, это, вот, например, встреча была с представителями РТА, вот, с министром торговли штата Квинсленд, Австралия, где, скажем так, в переговорах упоминалась технология Skyway, SkyPots, да, транспортная система, которая будет реализовываться на территории обменных Арабских Эмиратов. То есть сейчас же строится научно-производственный кластер, в котором будут построены грузовые и пассажирские городские комплексы, они будут там навесные и подвесные, то есть будут и монорельсы, которые мы видели на территории Экотехнопарка, будут березовые небосы, там гибкая, жесткая будет путевая структура и так далее. Протяженность, скажем, нескольких раз будет превышать 2 километра, да, то есть там тоже будут испытываться, сертифицироваться транспортные средства и целый ряд инфраструктурных решений, которые, скажем так, реализовываются будут в тропических условиях, вот. Ну и, в принципе, как говорилось ранее, когда только давалась информация о том, что мы строим инновационный центр SkyWay, да, этот центр будет являться частью научно-исследовательского технологического парка Шаджа, в состав которого и входит инновационный центр SkyWay. То есть там будут продемонстрированы, скажем так, пассажирские транспортные средства, грузовые транспортные средства, большого тоннажа, то есть там 20 тонн, 35 тонн, да, там будет продемонстрирована Unicorn. Вот о нем я, наверное, хочу сказать отдельно, потому что работы над созданием Unicorn ведутся, и мне удалось, скажем так, в этот раз увидеть создаваемый двигатель, да, как раз для Unicorn, то есть он сейчас создается, будет испытываться, вот, и в дальнейшем будет реализован несколько таких двигателей для демонстрации первого Unicorn, и, по всей видимости, первая демонстрация данного транспортного средства будет происходить нигде бы то ни было, а непосредственно на территории экотехнопарка в Беларуси. Потому что, скажем так, производство рядом, да, и сам бы хотел его обкатать здесь, и как раз-таки для этих целей строится еще одна путевая структура, шестая путевая структура, об этом мы тоже узнали в апреле, да, которая строится для того, чтобы испытывать здесь и более тяжелые пассажирские комплексы SkyWay. То есть это могут быть составные Unicorn, да, это может быть, скажем так, просто Unicorn, многосекционный, то есть он может быть, вы знаете, у нас есть, например, Unicorn трехсекционный, да, он может быть четырехсекционный, да, он может быть четырехсекционный, пять и более. Это более тяжелые транспортные средства, которые тоже будут проходить испытания на территории экотехнопарка, прежде чем отправиться в инновационный центр в Шарше. Здесь же будут испытываться, как я сказал, грузовые метраки, здесь же будут испытываться большая вместимость и транспортные средства для перевозки людей. Важно понимать, что мы с вами, скажем так, видели какой-то на территории экотехнопарка, то есть там были трассы, на которых демонстрировались уже готовые решения. Вы знаете, у нас было 9 транспортных средств с учетом тропического юника, который демонстрировались делегациям, приезжающих на территорию экотехнопарка. Как правило, это был шестиместный юникар, в котором возили, 14-местный юнибус, двухместный юнибаль, кстати, который находится сейчас на территории Эмиратов, и шестиместный юникар, как я понимаю, тоже. Там же есть 18-местный трехсекционный юникар, там же, скажем так, юнибус, который впервые был продемонстрирован, стоял сначала на земле, а в 18-м году, точнее, на нем уже перевозили людей во время кофестиваля, вмещающих более 40 пассажиров. И, соответственно, вот таких вот юнибусов может быть испытано на данной путевой структуре, там несколько штук, которые пущены друг за другом. Заодно можно будет проверить и систему интеллектуального управления, и безопасности, да, когда едут несколько транспортных средств друг за другом, скажем так, чтобы они видели, чтобы они могли затормозить и так далее, и так далее. Все это будет делаться на территории полигона, на территории Майиной Горки, вот здесь у нас в Акотехнопарке. В дальнейшем транспортные средства, многие решения, которые будут здесь продемонстрированы, будут отправлены на территорию мегационного парка в Шарже, который у нас строится в Агненных Арабских Эмиратах. Что хотелось бы еще отметить, да, то есть все вы помните, что движение Агненных Арабских Эмиратов у нас как бы, ну, наверное, если посмотреть, копнуть немножко глубже, в 15-й год уйти, да. Тоже была весна, апрель-май месяц, когда Анатолий Горкинский проводил, скажем так, переговоры с представителями Эмиратов, там, Дубай, Абу-Даби, где было предложено, скажем так, строительство линии. Потом фьючер-сити-шоу прошлогодний, да, на котором, скажем так, был большой стенд и так далее. В этом году на фьючер-сити-шоу, по сути дела, был подробный рассказ от господина Аль-Махмуди, который рассказывал о научно-исследовательском технологическом парке в Шарже, да, и также знакомил с технологией Skyway, которая также является частью этого парка, вы видите сейчас его доклад, во время которого господин Аль-Махмуди как раз-таки рассказывал о нашей технологии, знакомил, скажем так, в одном из залов фьючер-сити-шоу людей с тем, как планируется, скажем, создавать научно-технологический сам парк и какую часть этого парка будет представлять наша технология, да, потому что там рассказывалось и о путевой структуре, о транспортных средах, которые планируются в дальнейшем использовать не только в Эмирате Шарже, но и на территории всех Объединенных Арабских Эмиратов. То есть это тоже очень важный момент, да, потому что, скажем так, последний, наверное, крупный форум, на котором принимали участие представители нашей компании, то он был, может быть, не очень большой, это был Франция, конец марта прошлого, ну, конец прошлого месяца, конец марта, вы помните, мы на наших вебинарах эту информацию давали. Вот, что еще хотелось бы отметить, да, о том, что в апреле месяце произошло еще одно очень важное, наверное, интересное событие в развитии нашего проекта. Первый раз о Юнимобиле, пускай вы мне заговорили, наверное, в прошлом году, да, когда велась, скажем так, прекрасная работа по созданию данного транспортного средства, и вот в апреле месяце прошло второе крупное мероприятие, на котором был представлен Юнимобиль, то есть уникальное транспортное средство, по мнению, скажем так, специалистов мира транспорта. Это был автосалон в Санкт-Петербурге, да, и там была продемонстрирована модель транспортного средства для перемещения людей с ограниченной возможностью передвижения. Действительно, это единственный в своем роде автомобиль, где инвалид-алясочник может, скажем так, не покидая своего кресла, сесть за руль данного автомобиля и полностью управлять полноценным транспортным средством. Пробег, который позволяется, скажем так, при одной зарядке до 150 км, то есть в городском цикле это очень хороший пробег, и скорость данного транспортного средства развивает до 100 км в час. Опять же, я был на производстве, своими глазами еще раз потрогал, посмотрел, что он из себя представляет. Поначалу, когда я увидел его издалека, немножко он напомнил Киосау, конечно, но это гораздо меньше по размеру транспортное средство, но действительно оно уникальное. Это уникальное предложение для огромного рынка людей, которые хотели бы управлять транспортными средствами, но у них для этого нет здоровья. Потому что, в принципе, чем еще уникален данный автомобиль, тем, что электромобиль, точнее, правильно сказать, потому что здесь электродвигатель. То, что он двухместный, то, что человек, который является, скажем так, по стечению обстоятельств за инвалидом, ему не нужно покидать инвалидного кресла для того, чтобы разместиться в транспортном средстве. Если управляющий данным транспортным средством, скажем так, инвалид устал, он может поменяться местами полностью взаимозаменяемое кресло, пассажиры справа и тем, кто управляет автомобилем. Причем, когда человек, сопровождающий, например, будет управлять данным транспортным средством, он может управлять и педалями, которые есть внизу, то есть автоматическая коробка передач и так далее. У человека, у которого есть ограничения при передвижении, ну, скажем так, многие не работают, да, так как они должны работать, у него есть ручное управление данным транспортным средством. Что хотелось бы отметить, да, что по итогам данного форума, есть целая статья, которая выходила в интернете, что центр М3 Санкт-Петербургского политехнического университета специалистов заинтересовались, вышли целая статья с описанием данного средства. Дальше вышло, скажем так, на телевидении несколько передач, вот одна из них Автовести, да, в котором говорилось о юнимобиле. Также канал Мач, есть такой спортивный канал, вот там есть, скажем так, передача, посвященная автомобильной тематике, и вот где-то в 40-минутной передаче, которая была утром, около 40 секунд было рассказано о том, что вот на мероприятии, которое прошло в Санкт-Петербурге, был представлен юнимобиль, это средство для перевозки, скажем так, людей с ограниченной возможностью перемещения, и были представлены его основные характеристики, конечно, там немножко вызвало сомнения, когда он будет реализован и так далее. Действительно, данное транспортное средство очень здорово можно использовать в каких-то социальных программах, да, вот если есть все-таки государство, которое ориентировано на то, чтобы, скажем так, сделать доступную среду для всех своих граждан, вот, то, скажем, выделенные денежные средства могут помочь огромному количеству людей получить, скажем, в пользу у него такой транспортный средств. О чем хотелось бы заострить внимание еще, да, в течение апреля прошло еще одно важное событие, 16 апреля 2019 года, 2020 года был юбилей генерального конструктора, президента группы компании «Скорее» Анатолия Дарчевницкого. На данном мероприятии, скажем так, конечно, было высказано огромное количество теплых, добрых слов в адрес юбиляра. На этом мероприятии было продемонстрировано новое издание, монография Анатолия Дарчевницкого «Струдные транспортные системы на Земле и в космосе», третье, третье, по-моему, издание. Предыдущая была в «Мягком переплете», это, скажем так, основательная хорошая книжка, которая описана историей развития струнных технологий, большое количество, скажем так, документов, фотографий того, как происходило развитие струнного транспорта. Помимо всего прочего, на мероприятии честования юбилея Анатолия Дарчевницкого было показано два фильма, один из них, ссылка на один из них вышла в наших новостях, полчасовой фильм, скажем так, художественно-публицистический, потому что были актеры, которые играли героев данного фильма. Было целый ряд интервью непосредственно, скажем так, от виновника, даже что Анатолия Дарчевна, его супруга Надежды Косаревой. И вышел еще один фильм, который, скажем, в широком прокате пока не был, я думаю, в ближайшее время мы его увидим, где будет рассказываться, опять же, об истории создания струнных технологий, об истории самого генерального конструктора. Я думаю, в ближайшее время мы обо всем, об этом узнаем. Что хотелось бы еще сказать, друзья, то, что, скажем так, в момент честования 70-летия Анатолия Дарчевницкого, вы знаете, была запущена акция, то есть были предложены два пакета, у которых будет дисконт, это рассрочка 1 к 70. Были дополнительные условия, если люди делали двойной платеж, соответственно, дисконт возрастал до 75, если люди сразу, скажем так, в течение суток выплачивали рассрочку 10-месячную, то этот дисконт становился равен 77. Вы знаете, ну, акция имела большой успех, большое количество людей в разных уголках земного шара изъявили желание, скажем так, приобрести данный пакет, и пришлось даже эту акцию продлять. Не всегда такое бывает, да, у нас действие каких-то акций продлевается, скажем так, но вот данную акцию руководства компаний по многочисленным просьбам наших партнеров, многочисленным просьбам инвесторов продлило, и с большим успехом, то есть огромное количество людей смогли воспользоваться в данный момент и приобрести себе по выгодному дисконту кто-то даже по нескольку пакетов, наверное, как-то. Что еще хотелось бы отметить, да, то, что, скажем так, во первом месте целый ряд средств массовой информации давали информацию, давали, скажем так, о том, как развиваются струнные технологии, как развиваются наши предприятия. Вот это, как я уже называл немножко ранее, и средства массовой информации Соединенных Арабских Эмиратов, да, которые говорили о том, что вот представитель РТА встречался, встречаясь с министром торговли штата Кридсит Австралия, упомянул SkyPos, как одну из систем, которая будет, скажем так, создаваться на территории Эмирата Дубая. Вот, это и выступление господина Аль-Махмуди, которое освещено, скажем так, в информационных ресурсах Объединенных Арабских Эмиратов. Но, наверное, стоит отметить еще и два репортажа канала МИР-24. То есть у нас есть так называемые союзные государства, в которых входит целый ряд бывших республик Советского Союза. Есть телеканал МИР, есть телеканал МИР-24. Вот на канале МИР-24 сначала в новостях, в формате новостей вышел репортаж, как представители этого канала на территории Экотехнопарка прокатились, скажем так, в одном из транспортных средств SkyWay, брали интервью Арчевницкого, то есть они сделали свой репортаж. А потом был репортаж в форме интервью у Михаила Кириченко, то есть корреспондент МИР-24 задавал свои вопросы в развитии нашей технологии. И руководитель информационной службы SkyWay на эти вопросы отвечал. То есть что мы достигли, к чему мы идем, что из себя представляют технологии и так далее, так далее, так далее. Помимо этого, наверное, важный момент, мы с вами помним, было, скажем так, в 16-м, по-моему, в 17-м году двернулось, то, что в бортовом журнале авиакомпании Белавиа был размещен разворот о том, что на территории Беларуси развивается транспорт в будущее, что есть такая технология SkyWay, и эта технология успешно развивается, и, скажем так, в планах, как мы всегда говорим, это 30-50% мирового транспортного рынка. Так вот, одна из крупнейших авиакомпаний, Этихат Эрлайнс, да, которая совершает там более тысячи рейсов в месяц, и в ее авиационном парте более сотни, там, по-моему, 117, что ли, самолетов Airbus и Boeing, да, они в своих журналах разместили информацию, то есть там, когда человек садится, летит в полете, открывает журнал, а там информация о технологии SkyWay, о том, что это, скажем так, транспорт, который будет реализован на территории Объединенных Арабских Эмиратов. То есть это очень важный момент, потому что, скажем, видите, арабы серьезно относятся к тому, что мы планируем вызывать на территории их страны, и это еще одно подтверждение того, что нас ценят, да, то есть на нас делают серьезную ставку, но, как говорит Анатолий Дарвич Юницкий, важно, скажем так, не подвести наших партнеров. Что еще хотелось отметить по итогам апрельной миссии? Действительно, в апреле, буквально через пару дней после честного дня рождения и юбилея Анатолия Дарвича Юницкого, состоялось мероприятие в Москве, в Сколоколадоанде, которое организовала компания «Досло Систниц», которая предлагает свое программное обеспечение 3D Experience. Это индустрия 4.0, да, программное обеспечение, которое на сегодняшний день активно использует в своем производстве предприятие «Струнные технологии». И на территории Беларуси, как было заявлено ранее, вы помните, да, мы, по-моему, были первыми партнерами компании «Досло Систниц», которые стали использовать ее программное обеспечение. А в мире, скажем так, данным программным обеспечением пользуются лидеры индустрии, ну, как, например, тот же лидер авиационного рынка компания «Боинг». Таким вот образом. И в Сколково, в соструктных мероприятиях, на котором докладчиком выступил один из представителей группы компании «Скайвэй», предприятия «Зао Струнные технологии», которое... ...данная программа обеспечения, как оно поможет... ...инновационных транспортов. Вот. И если посмотреть, скажем, ну, если вы зайдете на сайт данного мероприятия, обратите внимание, наш докладчик, который рассказывал об использовании... ...точнее, используем программным системам, то есть, наш докладчик будет, не ошибаюсь, третьим. Соответственно, ну, это, видите, как те, кто начинает мероприятие, да, соответственно, это и большая ответственность с одной стороны, с другой стороны – это признание. Вот. Те, кто не считал новость, обратите внимание. Потому что, действительно, мы планируем в разных уголках использовать нашу технологию, и DASO Systems, наша с этой платформой, 3D Experience, да, которая внедрена, позволяет сократить огромное количество, наверное, скажем так, времени, ресурсов, энергии людей. Вот. И на специализированном форуме был сделан доклад о том, как данное программное обеспечение позволяет предприятию структурной технологии реализовывать технологию SkyWay. Это все было в апреле, да. Вот те события. На что хотелось бы обратить внимание еще. По-моему, 23 апреля в Шаржа большое-большое мероприятие, на котором было объявлено, что Шаржа является сегодня, как бы так, мировым лидером, да. Состоялся форум, крупный форум, на котором были представители целого ряда крупных международных организаций, там были, скажем так, представители ЮНЕСКО, еще целого ряда, скажем, структур. И было сказано, что Шаржа является центром науки, центром знаний и центром, скажем так, в котором находится огромное количество книг. Эти книги читаются, то есть уделяется огромное внимание образованию и так далее, так далее, так далее. Непосредственно шейх Шаржа, причем человек очень интересный, который, скажем так, является ученым, да, он же является представителем, как сказать правильно, да, то есть представителем. Он является тем, кто не понаслышке знает, как развиваться еще, скажем так, в творческом направлении, потому что у него целый ряд художественных произведений написаны его рукой, да. И на данном мероприятии руководитель эмирата Шаржа, к сожалению, выликило сейчас у меня из головы фамилия. Арабские фамилии не так легко запоминаются, но тем не менее. То есть было вручено большое количество различных наград, большое количество, скажем так, большое дань признания, отдано тому, что вот Шаржа, скажем так, является мировым центром, да, книги там, потому что я вот читал, пытался на английском, потом перевод статьи, да, где говорилось об этом. И что важно, хотелось бы отметить, то, что наша Натуря Дарвича Ницкий, генеральный конструктор предприятия струнных технологий, президент группы компании Skyway, на данном мероприятии вручил свою монографию, свою книжку, да, эмиру Шаржа. Вот это вы видите на своих экранах. То есть, ну, это тоже в какой-то мере, скажем так, дань признания друг друга, да, вот, это говорит о том, что реально на сегодняшний день есть взаимный интерес между тем, что, скажем так, нам открыли двери в эмирате Шаржа по реализации даже данной технологии, и плюс арабские партнеры заинтересованы в том, чтобы данная технология была реализована, чтобы, скажем так, мы были надежными партнерами, именно такими, как Назыгань, чтобы мы вовремя справлялись сроками, там, строили и так далее, и так далее. Кабирилан, который даже еще низкий, кстати, вы помните, что немножко сдлинулись по срокам, но конец мая, начало и июня мы уже должны продемонстрировать первую трассу Skyway на территории обменных эмиратов. Территория обменных арабских эмиратов. И, в принципе, вот эти фотографии, которые сейчас выложились в интернете, да, пока не от компании, а от частных лиц, они свидетельствуют о том, что действительно строят, идет очень активно, да, когда-то мы строились в Беларуси, и мы слышали, скажем так, разговор о том, почему-то так медленно и так далее, и так далее. Вы знаете, в эмиратах, наверное, строятся в разы быстрее, потому что уже, вы видели фотографию на одном из первых слайдов, да, то есть и анкерные опоры, и промежуточные опоры уже ставятся, и так далее, и так далее. И возводится, скажем так, эко-дом, то есть наше представительство, которое мы на территории инновационного центра Шаржа. Вот, отправляются машины, скажем так, с большим количеством различных материалов, я бы когда в Беларуси сказали, ушли две фуры загруженные, скажем так, необходимым оборудованием для реализации, скажем, технологий на инновационном центре, который мы там строим. То есть все двигается, все развивается. Ну и неважный, точнее немаловажный момент, наверное, вот вышло, в одном из изданий Башкирии вышла информация о том, что предложен концепт строительства трассы Skyway в регионе Уфы, там трасса протяженностью порядка 115 километров, более 30 станций, да, по уходу данной трассы. Ну и рассказывается о том, что предложено построить струбную трассу, где будут подвесные транспортные средства. Говорится о том, что на данной трассе может использоваться 18-местные транспортные средства, это речь идет, наверное, о трехсекционном уникарии, который вот тут, кстати, нарисован. Ну и говорится о том, что в час данная трасса сможет перевозить до 50 тысяч пассажиров. Поэтому это одно из предложений, да, и вы помните в последнее время, как говорится о том, что вот, ну, не бегайте там по каким-то своим знакомым в руководстве, там, каких-либо регионов и так далее. Не пытайтесь сами инициировать адресные проекты, но, тем не менее, видите, скажем, есть люди, которые получают информацию о том, что развивается данная технология и сами на совещаниях руководства регионов поднимают вопрос о том, почему бы не построить такую дорогу. Это, я считаю, большой плюс. Что хотелось бы еще отменить, коллеги, да, то есть, вот тут мы задали вопрос, да, можем ли мы купить эту книгу, узнать, и да, до сих пор на сайте есть возможность, на сайте РСВ, и у нас зайти и приобрести монографию Анатолия Даровича Юницкого, причем там долгое время была скидка, надо посмотреть сейчас, здесь ли мы, за 50% стоимостью можно было приобрести данную книгу. Ну, если вкратце, да, то как-то вот в двух словах, которые тянулись почти на полчаса, это то, что произошло в развитии нашего проекта за месяц апреля. Неполные 30 дней, потому что еще сегодня-завтра. Что хотелось бы еще сказать, да, то есть мы по-прежнему находимся на 13-м этапе развития группы компаний SkyWay, у нас по-прежнему действует дисконт, который вы видите сейчас на своем экране. Сегодня еще можно стать совладельцем технологий, проинвестируя свои денежные средства и перемножив их, скажем так, в итоге от 15 до 65 раз, то есть такой еще один дисконт. На минимальном пакете стоимостью 15 долларов он составляет 15, на максимальном 150 тысяч он составляет 65. Та акция, которая у нас длилась, она закончилась 27-го числа, когда можно было приобрести пакеты дисконтом до 77, при условии, что вы оплачены разрушки сразу. Поэтому та информация, которая появилась, точнее, которую хотелось до вас донести, в принципе, я ее сейчас озвучил, теперь, наверное, если у вас есть какие-то вопросы, можно добавить еще то, что, скажем так, именно в апреле прозвучала информация касаемо развития криптоплатформы группы компаний SkyWay, то, что она дорабатывается, то, что она, скажем так, близка к завершению, да, и вот ближайший там релиз запуска криптоплатформы SkyWay, с ВТокена, нам нужно ждать где-то, наверное, в мае-июнь месяц, да, вот мы надеемся, что в эти сроки что-то произойдет, вот, так как активно работали в Велисе и в этом направлении. Теперь, друзья, если у вас есть какие-то вопросы ко мне, пишите их, пожалуйста, в чат нашего вебинара, который у нас в соцсетях ведется на сегодняшний день, да, либо здесь, в Мерополисе, в комнате Мерополис, в которой сейчас идет вещание в данный момент. Пока вы пишете свои вопросы, хочу, наверное, поздравить всех с наступающими праздниками, да, которые начнутся со среды, ну, в тех странах, где это отмечается. Мир Трудмай был лозунг первого праздника, да, вот, чтобы вы могли потрудиться, если это надо, отдохнуть хорошо, чтобы в вашей жизни, там, где вы живете, всегда был мир. Вот это я хочу пожелать. Исполнение ваших желаний, семейного счастья, благополучия. Пусть весна, которая у нас сейчас, наконец-то пошла, да, потому что прошлой неделе, вот, перед Пасхой, была очень жарко, сегодня ночью было достаточно прохладно, но, вроде бы, обещает потихоньку-потихоньку в мае месяце распогодится и будет тепло. Так, коллеги, есть ли какие-то вопросы, потому что я смотрю, что в соцсетях у нас, по-моему, никто ничего не спрашивает, да? Так, соцсети молчат. Здесь, вроде, тоже никто ничего не спрашивает. Ну, пару слов, наверное, о производстве, то есть, я посмотрел, прошелся по цехам, мне даже, можно сказать, организовали маленькую экскурсию, подводили там к разных станкам, которые у нас есть, помните, у нас был целый ряд, скажем так, новостей, касаемых, что у нас вот такой вот станок приобретен, там, станок ХАС, да, это целый, скажем так, программный комплекс, который только, может быть, не разговаривает, делает различные детали из разных материалов и так далее, и так далее. Вот это я своими глазами в этот раз, ну, смог увидеть, да, смог увидеть, как работает станок в лазерной веске, слой металла был почти сантиметр, была забавлена, скажем так, программная деталь, которая необходима для чего-то, да, то есть, я сразу не мог сказать, чего эта деталь, и как быстро данный станок, скажем так, вырезан необходимую форму, которая была на компьютере, видно, заложена и так далее. Потом формулочный, наверное, цех, там, где создают, скажем так, элементы корпуса юнибусов, юнибайков, там, юнитраков и так далее, и так далее. Показали мне двигатель, ну, не то, чтобы не показали, просто получилось так, что те люди, которые занимаются разработкой двигателей, значит, транспортных средств, как раз тут у них в руках оказалась часть двигателя, который будет установлен на Unicom. То есть, как будто Unicom-то пока физически в сборочном цехе я не видел, да, но двигатель уже, скажем так, разрабатывается. Видел, что ведутся разработки, скажем так, элементов высокоскоростного унибуса. Возле того унибуса, который был продемонстрирован на мероприятии на Транс-2018, тоже мне удалось постоять, посмотреть, заглянуть внутрь там и так далее, мне показали, что как сделано и прочее, прочее. Вот, ну, в общем, работы ведутся, продолжаются, мне сказали, испытания, скажем так, или заканчиваются тропического уника, целый ряд транспортных средств у нас находятся на территории экотехнопарка. Видел я, скажем так, Астово, да, и целый ряд оборудований, которые являются частью ходовой части, да, тавтология. Но, тем не менее, будущих транспортных средств, там их несколько штук стоял друг за друга, там и... Мола есть, исполнение, да, и, скажем, весело и так далее, и так далее. То есть, все двигается, все шевелится, ну, у людей, скажем так, присутствует позитив, у тех, кто работает на производстве. Ну, и, конечно же, производственники сказали, что наверняка в ближайшее время сейчас начнется снова страда, скажем так, та производственная пора, когда принтеры, на которые будут валиться задания от конструкторов, а конструкторы у нас, в принципе, работают в другом офисе, да, то есть они дают какое-то задание, они дают какие-то материалы и производственники начинают реализовывать то, что, скажем так, прописано на бумаге, там, в расчетах, там, и так далее, и так далее, и так далее. Если что-то не так, конструкторы приезжают на производство и там вместе сразу начинают решать, если есть какие-то неувязки. То есть, вот, своими глазами тоже я это смогу посмотреть. Вот такая информация, коллеги. Если вопросов у вас нет по сегодняшнему мероприятию, сейчас еще я вам искать. Тишина пишет, да. Ну, тогда хорошего месяца мая. В целом гряде стран первая его половина будет, ну, как минимум третья форма праздников. Ну, и, наверное, ждем того, что ближе, там, 10-13 числа, не знаю, когда будет организована поездка в инновационный центр в Шаджи, для тех, кто будет проходить обучение в Дубае, а это будет проходить с 8 по 13 числа, там, порядка 100 с лишним человек будут ехать. Да, кстати, вот, Николай Пестов «Привет из Снежного Екатеринбурга» передает, действительно, там уже люди попереобувались, летнюю резину поставили и так далее, ударилась новая зима. Вот, и я слышал, что в целом ряде регионов, там, Урала и Сибири, сотрудники ГИБДД, да, руководство ГИБДД обратилось к тем, кто успел поменять резину, не выезжать на дороге, потому что зима вернулась в наши края. Ну, вот я говорил, что и в Москве тоже там температуру ночью можно опускаться до нуля, хотя днем достаточно комфортно, только прохладный ветер. Я вам желаю отличной погоды. Все, коллеги, какой-то вопрос, на какой стадии производство, ну, давайте я скажу, Барта, да, я был в этом новом производственном здании, оно, скажем так, возведено под крышу, стены уже, скажем, стоят, идут отделочные работы, то есть там часть помещения будет просто производственная с высокой, скажем так, крыши, уже закреплен на крышу так называемый балочный кран, да, восьмитонный, по-моему, который будет перемещать грузы по территории производственного помещения. Ну, как сказали сотрудники, где-то к лету, в середине лета, возможно, там и может успеет и закончить, да, то есть отделочные работы и так далее. И туда переведет, скажем так, производство, по всей видимости, в первую очередь оно создается для подвижного состава, где будет, скажем, уже формироваться и создаваться транспортные средства Skyway. Вот, поэтому, ну, я сразу, как бы ехал, в смысле, обязательно заглянуть, да, в данный корпус. Ходить по нему было нельзя, потому что мы так просто краем глаза там, ну, с краю встали, посмотрели, потому что нужна каска там, специальная одежда и прочее. Это нарушение безопасности, то есть могли дать по голове и выгнуть просто, да, там, на кого-то и наказать, если мы там появились бы на территории этого. Ходили бы, угродили, там заглядывали по щелям, как говорится. Ну, важно то, что здание построено, и теперь идутся отделочные работы. Вот. И какое-то количество, наверное, станков туда переведет. Ну, в первую очередь, я не знаю, наверное, станки могут остаться и там, где они есть, да, но там будет, возможно, именно сборочное производство. Там будут создавать из того, что делается на станках, туда будет просто рядом, это совсем рядом, там, буквально из корпуса в корпус перейти. И речь идет о том, что, возможно, еще будет строиться производственное здание рядом. Пока я не берусь, ну, так, проскочила информация. Это не из 100%, но, тем не менее, такая информация есть. По поводу, когда ждать первых испытаний в Шаджи, ну, вы только можете, наверное, информацию подчеркнуть у генерального конструктора Анатолия Дарыча и Ницкого, да, потому что никто конкретных сроков не называет, он говорил, конец мая и июня. То есть мы должны там уже построить, как бы, первую трассу на территории Шаджи. Вот, наверное, тогда, по крайней мере, будет продемонстрирована путевая строительство. Возможно, к этому моменту, как раз-таки, туда привезут тропический юникар, четырех местных, и вот на той подвесной трассе, которая устроится, с той самой оврой, которая в роликах, да, вот такая она вот там, красивая. Будет демонстрироваться транспортное средство SkyWay для тех, кто будет приезжать на территорию инновационного центра, знакомиться с технологией. Давайте подождем где-то конец мая и июня. Мы также, поверьте, ждем, как и вы, этой информации, поэтому чуть-чуть терпения, как говорится, вот тут задают вопрос, если человек оплатил два месяца рассрочки, например, сразу, да, а потом платить не будет. Ну, что я могу сказать? То есть, по сути дела, вы дали обязательство, то, что вы готовы выплачивать данную рассрочку на протяжении 10 месяцев, если вы этого не сделаете, то произойдет следующее. Ваши средства попадут на акцион, точнее, рассрочка будет аннулирована, ваша, скажем так, сумма оплаты, вот, что вы сделали, будет переведена на акционный счет. Эти денежные средства вы сможете потратить только на то, что есть в табличке у нас внутри личного кабинета приобрести себе какое-то количество долей с теми дисконтами, которые есть. Ну, там, конечно, от 77 ничего, никакого дисконта не будет. То есть, там 15, там 20, 25, в зависимости от той суммы, которую вы потратите. Люди задают вопрос, что с трассы в Марино-Горке. Трасса строится, вот, как я вам говорил. И трасса, которая на территории Эко-технопарка, она строится для транспортных средств, которые большую массу, большого веса, да, как мы говорили. Это и для грузовых юникаров, юнитраков, точнее, там, 20-25, там, это для контейнеров, перевозки контейнеров, юникон, там, весом до 35 тонн и так далее. То есть, вот это вот делается сейчас на территории Эко-технопарка. Идет активное строительство трассы, в Игре возводится промежуточный опор, там будут работы, скажем так, завершающие работы с анкерными опорами, потому что там тоже будут проложены струны и так далее, и так далее. Трасса будет фирменной наверняка, да, то есть, вы видели одну трассу фирменную, которая у нас есть на территории Эко-технопарка, это будет рядом. Если мы заходим в Эко-технопарк с этой стороны, со стороны мы смотрим на музей, да, и станцию Skyway, вокзал. Кто-то написал, последние деньги спустил на акции, жду реализации, надежды только на вас. Ну, надежда не только на нас, надежда на большое количество представителей предприятия с трудной технологией, большое количество конструкторов. Их наверняка очень много, и они сейчас, скажем так, занимаются тем, что проектируют, делают математические расчеты, потом выдают, скажем так, техническое решение, которое реализуется на нашем опыте производства. По поводу дрона ничего не могу сказать, потому что, в принципе, я не задавал эти вопросы, касаемые дрона, на территории нашего производства. Там, как бы, вот в Шабана, где находится производство Skyway, я дрона не видел. Он, наверное, где-то находится, либо в Экотехнопарке, либо где-то еще. Ну, и я, может быть, не прав, но я больше слежу, наверное, за развитием нашей технологии, касаемо непосредственно струнных дорог. Хорошо, что новости радуют. Я вас понимаю, и сам такой хотелось бы радоваться каждый день, чтобы у нас был огромный объем новостей, чтобы у нас там вообще шел движняк, чуть ли не в пять смен работало производство, и каждый день мы выдавали какое-то количество транспортных средств. Ну, я в глубине души надеюсь, что именно так и будет в ближайшее время. По мере реализации и на территории технопарка, и на территории в Эмиратах Шаржа, по поводу скорости 150, вот тут задают вопрос, покажут ли там 150 км в час или 500? Вы знаете, я думаю, нет. Я думаю, что в конце мая и в начале июня никто не будет демонстрировать 150 км в час. Поначалу будет, наверное, просто демонстрация того, что данная технология реализуема, и что возможно создавать транспортные системы на основе технологии SkyWay. То есть на участке 400 метров я не думаю, что кто-то будет гонять до 150 км в час. Важен сам принцип. Дальше те трассы, которые будут строиться, а там еще планируется три трассы протяженностью более двух километров, грузопассажирские, там уже будут и скорости демонстрироваться и все остальное. По поводу перспектив Юнимобиля, ну вот задают вопрос, какие у него перспективы. Перспективы, конечно, у данного транспортного средства таковы, что, смотрите, ну получить огромное количество заказов просто от частных лиц, наверное, у данного транспортного средства можно, конечно, но вряд ли. Но тем не менее, есть отдельный сайт Юнимобиля, где людей просили оставлять свои отзывы, пожелания, кто бы хотел его предвести и так далее. В первую очередь, наверное, данное транспортное средство, оно рассчитывает на какую-то социальную программу внутри какого-либо социально ориентированного государства, где, скажем так, есть люди, либо какие-то фонды, у которых есть денежные средства на поддержку, скажем так, людей, инвалидов, чтобы они не чувствовали себя, скажем, ущемленными по отношению к обычным людям. Но найдутся такие, найдутся меценаты, найдутся государства, которые готовы финансировать данную программу. Я думаю, перспективы тогда вот данного транспортного средства есть. А просто, скажем, выбирать частный закат, делать это производство разным, да, ну, хотя бы мелкосерийное производство, если это наладится, если будут заказы именно в социально ориентированных государствах, либо каких-то групп людей, фондов, да, которые могут быть, да где угодно, в любом государстве. А мелкосерийное производство, это порядка 5-100 автомобилей, если не ошибаюсь, будет больше, соответственно, будет переориентированность производства, если это начнет переносить деньги и так далее. Будем выпускать больше. Пока перспективы, ну, наверное, вот такие, которые я озвучил. Хотя, может быть, их и не озвучил, но тем не менее, вот такой вот мой ответ. Когда планируется ЭК-фест, Байф, то я не могу ничего сказать, потому что, ну, пока никакие даты не назывались, да, вот здесь в окружении, в Москве и в Минске, вот я был, ну, не звучало это еще нигде. Вы знаете, возможно, потому что был объявлен конкурс когда-то, да, на Юнимобиле, там были объявлены какие-то призы, но вот я, опять же, пока не слышал, чтобы где-то было обнародовано то название данного транспортного средства, на котором остановилось руководство нашей компании. Возможно, этот конкурс будет доведен до конца, и мы об этом в скором времени узнаем. Итак, коллеги, спасибо за то, что были с нами, вот, за то, что, скажем так, были на вебинаре, не так много людей, по разным причинам приходят на данное мероприятие, вот, но тем не менее. Желаю вам успеха в жизни, желаю вам успеха в бизнесе с компанией Skyway Capital, чтобы все лагилось и спорилось так, как вы хотите, чтобы реализовывались ваши цели, мечты, ну, и чтобы вы чаще радовались жизни. На этом я буду заканчивать. До новых встреч на наших вебинарах. Субтитры создавал DimaTorzok